С ними, да, и у нас сейчас должна начинаться третья карта. Вот так вот, на Ви vs Orange. Ну все, 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 Тоби, не кричи, пожалуйста, не кричи. Мы возвращаемся, куда мы возвращаемся? Мы возвращаемся на третью карту, тут уже огромное количество людей. На стриме тоже людей очень много. Так, так, все, пошли смотреть, что же здесь происходит. Итак, друзья, и так, и Вивер, и Лайфстиллер есть сейчас в пиках. Только Вивер в пике команды малазийской АК Orange, да, ну и Нави забирает Лайфстиллер плюс Чен. Баны стандартные, да, то есть бэтрайдер, потому что это, черт побери, бэтрайдер, его отдавать нельзя. Учитывая то, что Orange были на первом пике, они бы его взяли, я думаю, если была бы возможность. Ну и визаж, это герой, которого боятся, ну, китайские визажи, говорят, самые классные. Ну, я бы поспорил, мне кажется, что и среди наших, так сказать, отечественных визажей есть сильные саппорты. Ну, вот решили его все-таки убрать. И, слушайте, БХ еще забрали, да, хотел сказать Лайфстиллера, но вовремя поправился. Баунти Хантер в пике у Orange. Великолепно, великолепно. Ну, теперь надо банить. Очень странно как-то пикнули у Orange. Обычно стараются в первую очередь забирать героев, полезных героев, с которыми можно драться, да, чтобы потом на крайняк их не забанили, на крайняк их не пикнули ваши соперники. Ну, очевидно, что какая-то идея все-таки есть у Муша. Не знаю, забрал он этих героев, возможно, специально, чтобы не отдать Пупею. То есть, может, он боялся и Вивера забрал его сам. Очевидно то, что у Муша был первый пик, он забирал Вивера и Пупея тем временем, ну, как бы, после этого забрал Лайфстиллера и Чена. В какой-то степени можно предположить то, что Вивер это контр-Найкса, да, но все-таки произошло именно наоборот. То есть, сначала пик Вивера, потом пик Найкса, а не пик Найкса, а потом пик Вивера от соперника. Будем смотреть, будем смотреть. Вот тут тоже жалуются люди в чатах, то, что Дота не работает, ничего не работает. Тут у Михаила, к сожалению, подобные проблемы. Хорошо, что, по крайней мере, у меня такого нет. И хотя бы какая-то есть альтернативная трансляция. Так, ну и пошли баны. Тут, конечно, тяжело мне сейчас будет угадать, потому что, вот, например, у Муши я вот вообще не понимаю, да, вот чего он этими героями хочет добиться. Потому что, ну, вот, БХ, это просто пик, что называется, вот, просто чтобы пикнуть. Пока что никакой особой идеи я за этим не вижу. Ну, как бы очевидно то, что БХ помогает, там, треками, БХ помогает, он, он, как бы, желанный герой в ганге. Очень желанный. Ну, вот, чем гангать? То есть гангать пока что, как таковым, ну, нечем. То есть, там, Вивер, он может, конечно, идти убивать на ранних стадиях, но я предполагаю то, что он здесь именно фармить будет. Так, Никса забанили. Рубика забирают для Куроки. Хороший, да, хороший герой Фуриона. Но, между прочим, Муши сам забанил. Хотя на первых двух картах играл Оху, по-моему, играл Фурионами. Если я ничего не спутал. Он играл очень классно. Вспомните только то, как он пеньками, там, блочил РСП Чену. Шикарно просто отыграл. Ну, здесь уже есть, так сказать, БХ. Ну, кстати говоря, почему забрали Баунти Хантера? Вот Чен есть в пике у Нави. То есть, можно там как-то побегать по лесам, попытаться крипов каких-то поворовать, там, Чену мешать. Ну, я не думаю то, что у БХ будет так хорошо получаться это делать. Все-таки Нави, знаешь, против такого играть. И я думаю, что все-таки этот БХ будет не так полезен, как на предыдущей карте. Ну, посмотрим. Время покажет. Так, и тут все-таки снова минус шторм. Верка, которая будет либо саппортить, либо в центре. Ну, пикать Верку для центра, вот так вот сразу. Ну, то есть, это такой, знаете, герой называется. Попробуй угадать. То есть, обычно он стоит хардлей. Потом Верку берут еще в качестве саппорта. То есть, она рейнджовая, она больно бьет. У нее есть эскейп, она не так часто умирает, как тот же самый Рубик, например. Вот, но задача к уроке здесь будет в первую очередь своровать Шукучи у Вивера. Ну, и, конечно же, там какой-нибудь трек может быть у БХ. Это приятные очень скиллы, да. Вот, если Рубик сворует Шукучи у Вивера, то его убить будет тоже не так просто. Вот, ну, и в конечном счете Верка может пойти в мид. То есть, если совсем так вот надо будет, то есть, часто, ну, частенько, не часто, частенько Верочка и в мид ходит. Вот, мне вспоминается игра, как Дэнди играл на Верке, когда я последний раз видел. Ну, может быть, это был не последний, может, это был предпоследний или предпредпоследний. Все-таки Верку в центре увидеть это редкость, относительная редкость, да. И вот Дэнди, помню, один Верк и даблу убивал. То есть, там, ЦК с Виспом против него стояли, и он просто даблкил на них делал. Это было просто восхитительно. Так, пак, пак, ну, снова пак, снова Дэнди играет паком, Сэнд Кинг, Царь Песков. Ну, хорошо, в принципе, понятно. Опять-таки, что стоит банить Пупею? Наверное, в очередной раз он уберет Темпларку. Мне почему-то так кажется, что Темпларка должна сегодня быть в бане последним героем. В противном случае ее мужи может забрать. Так, в первой игре лагало, говорят. Ну, я сейчас могу просто открыть эксплит и проверить. У меня ноль дропов, что, как бы, говорит о том, что от меня поток уходит отлично. То есть, где-то там, может быть, Твич ТВ лагает. Потому что на Твич ТВ сейчас нагрузка колоссальная. Туда стримит огромное количество комментаторов, смотрит это еще больше людей, естественно. Параллельно проходит какой-то зверски интересный турнир по Старкрафту, который тоже там Старкрафтеры смотрят, засунув спички в глаза, чтобы, возможно, не заснуть, как мы сегодня это будем делать. Так что Твич ТВ может подводить в этой ситуации. Ну, Пупей, давай, думай. Ну, Лешрака, кстати, убрал. Просто древнейшая комбинация существует. СК плюс Лешрак за счет, ну, как бы, стан и стан сверху. Очень классно это смотрится. Ну, вот, Пупей посчитал то, что Верка пойдет, видимо, в мид. То есть, он решил забанить не какого-то мидера против Пака, а именно Лешрака для Лайна, Виверс и Кинг Лешрак. Чтоб такого не произошло. Ну и Муша, соответственно, может убрать героя. Муша надо убирать какого-то героя для Фаника. То есть, это может быть Клоперк. Это может быть, кем там еще Фаник на хардлейнах играет. Блин, я бы посмотрел на Магнуса. Первое время, когда Магнус был популярен, Фаник очень часто играл на хардлейновых Магнусов, но потом его просто подрезали, там, Скивер сделали. Ну, рейндж Скивера убрали, такой хороший, и его перестали пикать. Но я очень бы хотел все-таки увидеть этого героя. Ну, здесь, мне кажется, как бы Клоперк, наверное. Фаник на Клоперках еще играет. Ну что, БХ, ВРка, Клок... А Лоун Друид, погодите, Лоун Друид есть? Вот, кстати, Лоун Друид, может быть, еще Фаник им бы сыграл. Дарк Сир, Дарк Сир убрали. Ну, вот Тимбера решили забанить. Тоже такой своеобразный хардлейнер. Может быть, Пупей бы его, конечно, бы и взял. Но я ни разу не видел Тимбера в исполнении украинской команды. Странно, странно. Побаиваются, может. Шейкера тоже будет хорошо. Ну, шейкера, это Виртус Про, по-моему, или это Нави. Я не помню, кто же конкретно. Нет, по-моему, Виртус Про так классно шейкерам ставили фиссуры на сложный. Да, что там два раза можно было заблочить крипов под Т3. И после, ну, как бы, под Т3, под самой, и после Т2. Там есть такая вот, поворот такой, да, где можно там поставить фиссуру, и крипы не подойдут. И в итоге шейкер, ну, в конечном счете будет стоять просто под Т1 вышкой. И получать там свой опыт, свое золото, которое сможет он там забрать. Ну, опять-таки, шейкер, мне кажется, что тут, ну, как бы, Ченом будет играть Пупей, да. Кроки будет играть Рубиком. И чтобы фанник играл шейкером, да, блин, нет, не будет такого. Тут самый очевидный пик для фаника это Клокер. Вот самый очевидный. Но, возможно, Нави хотят что-то другое. О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тайт Хантер? Неужто хардлейновый Тайт Хантер? Блин, не знаю. Я бы, честно говоря, лучше бы пака бы на хардлейн отправил, потому что у него есть хороший эскейп за счет арбы. А Тайт Хантер, он просто толстый, но неповоротливый. И эскейпа у него, как бы, кроме довольно хорошего запаса хитпоинтов, нет. Если фанник будет играть Тайт Хантером, ну, блин, мое почтение. Мое почтение, Нави. Хорошо, тогда Муша нужен. Да, Муша, видимо, нужен какой-то саппорт. То есть, для команды Оранж сейчас вариант пикнуть либо саппорта, либо мидера. Если они пикают кого-то в мид против пака, то очевидно, что Верка становится априори, ну, как бы, саппортом сразу же. А если они пикают какого-то героя с инициацией для СК, ну, блин, точнее, даже не с инициацией для СК, а, возможно, героя, который продолжит инициацию после СК, то тогда вы... О, Лоун Друид. Ну, слушайте, так а что это вообще получается тогда? Что это за... Что это... Так, погодите, Верка тогда пойдет в мид, СК саппортит вивера, БХ пойдет на бот, Лоун Друид фармит леса. Вот, я бы предположил, что это будет так. Посмотрим, как это будет в конечном счете. Фаник Тайтхантером все-таки играет, значит, на хардлейн пойдет точно. Может быть, агрессивный 3-топ и бот-пак. Агрессивный 3-топ или 3-пла, как ее часто называют, это очень сомнительно, потому что в пике у Na'Vi есть чен. Когда ты идешь с подобным героем на харду, ты должен понимать, что у тебя должен быть хороший контроль лесов. Если у тебя этого нету, то ты 3-плу проиграешь. И мне кажется, что Na'Vi просто побоятся это делать. Так-то было бы очевиднее всего, да, то, что как бы Фаник постоял бы один на один там с кем-нибудь, получил бы экспу золото и пошел бы убивать реведжами. Я бы очень хотел это увидеть. Но я думаю, что Na'Vi не осмелится так расставить лайны. И банально мы такого не увидим. Что такое фиссура? Фиссура – это первые скиллы шейкера. Так, я еще разочек проверю трансляцию. Здесь вроде все окей, только так вот, чтобы комфортнее немножко было. И паузу. А кто паузу берет? Паузу берет SK. Мишка там ничего мне не... Хотя что-то пишет. Смотрите, дайте-ка свернусь. Посмотрю, что пишет. Майкер? Нет, Майкер, к сожалению... Майкер, к сожалению, мне ничего не пишет. Значит, возможно, разбирается по-прежнему с Дотой. Кура покажет, как играть на Рубике. Естественно. Естественно, он покажет. Паник на шейкере не играет. Я ей говорю. Что там с Мишкером? Не пишет, не отвечает. Но, видимо, проблемы продолжаются у него. К сожалению. К сожалению. Так, во сколько у нас заявлено игра Fnatic против Тонку? Надо бы глянуть. Fnatic против Тонг-фу. Играю через 25 минут. Согласно Join Doty. Но, естественно, начнется все это несколько позже. Но эту игру я тоже, конечно же, прокомментирую. Так, ГЛХФ. ГЛХФ. Все, разбредаются по лайнам. Ставим фрикамеру и смотрим, что же из этого получится. СК с вардами. Тут все ясно, все понятно. Лоуничт, что собрался делать? Лоуничт. Кстати говоря, собирается мид, по-моему, стоять. Слушайте, это же Куху. Куху стоит мид. Или Куксу. Я не знаю, как правильно читать его никнейм. Надо было послушать представление команд. Но он, по-моему, мидер. В этой команде не исключено, что он будет против пака стоять. Ну ладно, посмотрим. Тут уже, смотрите, собрались в лесах команды. Но драки не получится. Инициировать просто некому. Аверка тоже, так кстати говоря, закупается, как будто она в миде собралась. Ну, такой интересный у нее закуп. Блин, не знаю. Не знаю. Про вардили оранжи. Между прочим, третья карта подряд. Нави играет за Радиент и оранж играет за Дайр. То есть стороны совершенно не менялись у нас. Фаник бежит контролить руну. Дает Нинчерсмэш, тысячечку. Ну да, Нинчерсмэш стоит всего лишь 30 маны. Так, руна на боте какая-то появилась. Ее законтролили оранжи. Тут реген. Ты что, получается Лаундруид все-таки по центру. ВР-ка пока что на боте. А где бы ха... Ой, Заки, ой, хорош! Ну хотя, что хорош-то? В итоге. Ну, просто подольше побежит, да? Подольше побежит просто ВР-ка. И все. И она, кстати, будет стоять бот. А БХ будет блочить РСП. То есть посмотрите, опять-таки, провардили все леса. Все заблочили. Хитрый очень варт сюда поставили. Еще один, посмотрите, центряк. Пупей ставит центры сюда. Ничего не видит. Вот этот варт. Ну, как бы вот посмотрите, да? Как его найти? У него ничего нету, чтобы леса вырубить. И, в общем, Пупей снова будет адово тяжело фармить. Он получит, ну, поздний левел. Ну, Тайт Хантер стоит один на один. В итоге он стоит один на один. В итоге. Но сможет ли он простоять против Вивера? Промахивается Энчер Смешами. Просто не знаю, насколько Фанник хороший Тайт Хантер. Никогда не видел этого героя в его исполнении. Ну, а Дэнди. Дэнди вот здесь старается перефармить. Против Лоуна Друида тоже тяжело стоять. Он у тебя вот так вот и мишкой, и руками, и всем коцей. Сейчас купит какой-нибудь еще орбов вином. Вообще замучаешься стоять. Так, Чен приходит во вражеский лес. Сейчас посмотрите. Ну, а и тут его БХ находит и не оставляет в покое. Тут сколько базовой скорость 300, а у этого пацана 315. То есть он, по идее, пупея будет сейчас харасить, давать пички и мешать ему. В итоге на боте хвост. Тут дабла против даблы. Слушайте, как интересно расставили лайны команды. Давненько я такого не видел. Очень хитро. Слушайте, неужели Оху. Нет, все-таки. Ой, хп-бар это не отображается. Ребята, бара, да, я не заметил этого. Сейчас попытаюсь переконнектиться быстренько. Бывает такая проблема с хп-барами. Ван Гу сейчас заметит форс, что хп-баров нет. Ну, вот видите. Лучше поздно, чем никогда. Правда, не знаю, пропали ли они сразу или нет. Так, обратно возвращаем всю статистику и ставим фрикамеру. Такой альфа-волк стратежный пришел помогать Денди ласхитить пациента. Сколько он дамагадает? Плюс 22 демо. Что, круто? То есть сразу же тычка у Денди стала мощнее, крипов добивать легче. А БХА пытается курьера подрезать. Вот он видит. Но он уже летающий. То есть не убить. Уже не убить этого курьера. Приносит этот курьер Боттл для Дендика. Ну, а руна... Блин, к сожалению, руну я не заметил. Кто еще забрал? Тут слишком поздно я подконнектился. Кстати, кто здесь фармит? СК или ВРК? ВРК, по-моему, фармит. Но это, блин, жалко. Лучше бы СК фармил. СК просто веселее. Там, когда у него даггер появляется. Естественно, он зрелищные доты нам покажет, нежели чем ВРК. Фаник четвертым уровнем стоит. В принципе, ну, как бы, естественно, крипов он не может добить так много. А, смотрите, Смоуган. Смоуганг на лоундруида. 600 хп. У Денди четвертый уровень. То есть, у него не очень, не самый мощный проказ, да. То есть, там, на пятом, на шестом можно было бы лучше убивать. Ну, стоят все-таки крипы. Есть какой-нибудь крип у Чена? Первый уровень крипа. Что-то я не вижу. И смотрите, как гонит. Гонит его Денди. Покрас-таки на своих тиммейтов. И поднимает. Должен быть ФБ. Ну же ж. Вот, Волк подошел. Да, вот какой крип у ПП. Кстати говоря, вот видите, Чену... Ну, завардили все леса. Очень тяжело было стоять ему. Нашли, видимо, Оранж, ну, контру. Да, то есть, все боятся тупеевского Чена. Но вот Оранжа смогли сделать так, что этот Чен не дает того, что он давал. Например, в групповой стадии Na'Vi с Ченом вообще... Да, Na'Vi и так, в принципе, всех убивали. Они там несколько карт просто в итоге слили. Ну, из-за того, что как-то плохо выступили против Na'Vi первые две. Да, и потом одну карту против SGG Чайны, если я не ошибаюсь. Там у Тайхандра какие-то проблемы. Он там отходит под Т2. Его харасит Вивер. Ну, он тут что-то дорезает, что-то фармит. В итоге-то третий уровень имеет. Не все так уж и плохо у Оранж. Хоть и не ФБ отдали. Муша на 10 крипов уже перефармливает. А у Хвоста как дела? У Хвоста 12. То есть не дают ему фармить во всю силу на боте апельсины. И очередной смоуганг снова на лоундруида. Лоундруид это пассивный мид, опять-таки. Эта пассивность может сейчас, вы смотрите, сверху тут быхат, смоуг открывается. Или получится. Слушайте, может телепорт какой будет? Так, нюки полетели. Сайленс подняли. Тычками закидали. От Джинада Дэнди. Нет, он, конечно, он реген заюзал. Ой, хорош. С полными хп, с полной маны входит. Ему никто не может его сбить. Ну, нет. Вот сейчас, может, арбу угадает. Нет, Дэнди? Ну, там БХА отойдет. Ну, неплохо вышло. В итоге Дэнди впитал, заюзал реген. Заюзал реген и еще остался, так сказать, при полных хп даже. Два раза уже загангали лоундруиды. Два раза. Ну, просто, вот сейчас еще у Чена появятся крипы какие-нибудь. Что там, кентавром отпуливает, да? Хитер, Чен хитер. Что тут появится, интересно? Ничего, не отпулил Чен. Пытался, но не получилось. Вроде бы по таймингу на 52 секунде. Ну, не вышло. Вот Оху сейчас заберет хосту. И побежит, возможно, в леса. Пупея убивать. Идет чекать. Но там Пупея из хайграунда все это зафармил. Сейчас заметил кентавра с полными хп. Открылся там. Даже попытался Пупея как-то там станом по нему попасть. Но вовремя отменил. Ману не потратил в итоге. Со спины Фаник заходит. Фаник, кстати, ревердж есть. Слушайте, тканя опять часа его убьют. Фаник палится? Нет, Фаник не должен палиться. Или спалился. Я вот, Медведь, по-моему, его спалил. Ну, все, БХА теперь его точно спалил. И Фаника видно. Да, вот он пришел. Загангать никого не смог. Ближе к центру стягиваются команды. Сюда еще, видите, подходит СК. Здесь БХА, Лондруид. Тайтхантер. Тайтхантер бежит на бот, что ли, руну. Или он на бот. И в итоге тут пытаются убить ВР-ку. ВР-ке нету Вендрана. Она на фейзах очень быстро, но умереть должна. Да, ВР-ку убили. В итоге пытаются убить еще и Нета. Нета заходит под вышку. Но очень растянута сейчас выглядит Нави. Тут надо быть очень осторожными. Решили не ползать. Или тут... Или Пупей. Пупей ведь сейчас поможет убить. Хорошо, убили. Ну, а БХА как не открывался, так и не открывается в данный момент. Нави пытается пропушить. У них сейчас побольше мяса за счет Чена. Поваршотами все это старается ВР-ка держать на расстоянии. Но я думаю, эта вышка недолго проживет у Апельсинов. Тем временем Лоуныч старается спушить МИТ. А Фурион фармит... Вот, фурион Вивер фармит на топе. Здесь борьба за вышку. Как раз фортификейшн использовали. У Тайдхантера есть ревенш. Надо быть очень осторожными. Пак пытался арбой под... Ну, не, он БХА не видел. Так, уроки заходят. Поднимет? Нет, не поднимет. Не успел поднять. Но в итоге Нави вот так вот агрессивно занырнули за Т1. И смогли отогнать, подамажить и не дали задинаить вышку. Приятным, приятным. Единственный минус во всей этой ситуации это два других героя Оранж, которые были оставлены в покое, да? И у которых появляются какие-то шмотки. Ну, вот, например, если Лоуныч копит на... Слушай, на Радик, наверное, копит, да? Или какие-то, может быть, попроще шмотки будет собирать. Все-таки крипов у него не так много, как у Вивера, да? И, может быть, он не успеет свой Радик сделать. Но все чаще и чаще Лоун Друиды собираются именно через Радианс. Так что и здесь, я считаю, есть смысл в этом. Главное его сделать вообще. А Виверта что будет делать? Смотрите, у него тут базилка, рингов, реген. Что-то еще тут едет. Так, Баклер. Ну, а, это... А, во! Лоун Друид будет Меку делать. Слушайте, классно. Получается, что Лоун Ищ будет делать Меку, чтобы хилить свою команду. Ну, очень часто перекладывают покупку Меки на героя, который стоит в центре. Да, если Дарксир стоит в центре, он Меку покупает. Если ОД стоит в центре, он тоже Меку покупает. Вот, но то, чтобы Меку Лоун Друиды, которые стояли в центре, покупали. Вот это я, наверное, не видел никогда. Так, там на топе пытаются убить Вивера. И через Рэббш получается, посмотрите. Ну, молодцы. Прямо-таки на глазах стараются лучше делать все Нави. Подходит Миша. Миша кого будет грызть? Фанника. На корне пропрется, не пропрется сегодня. В принципе, еще и Верка есть. У нее шестой уровень. Повершот третьего. Шеклшот второго. Повершотом в итоге Верка ни в кого не попал. Но у Кроки есть шестой. Блин, у Кроки бы еще шестой уровень получить. Все было бы намного приятнее. Намного бы лучше. У Пупея только третий. Посмотрите, десятая минута. У Пупея третий уровень. Как же ему все-таки неприятно было стоять в этих лесах заварженных. Но Аркану он себе намутил. За три асиста и полученное ФБ в самом начале. Сделал Вивер Аквилу. Ну, вот не осмущает этот Ринго Фрикен. Потому что... Ну, то есть, я думаю, что может он опять какой-нибудь худ замутит. Как любит это делать. Ой, инфест-бомба! Относит таймлапс успел все-таки Жук, а? Тут Сайланс первого левела, наверное. Второго, да? Если бы Дэнди имел Сайланс последнего уровня... То есть, очень часто паки прокачиваются не через Макс Иллюзори, а через Макс вот этого вот рифта, да? Как называется он на второй точке? Через Макс Сайланса. Потому что там, ну, порог урона одинаковый. Везде там 70... Ну, как бы плюс 70 дамага на каждом уровне за каждый скил. Просто Арба, она... Ну, ты как бы прокачивая Арбу, ты не получаешь никакого бонуса, кроме как дамага. Там ни КД не уменьшается, да, по-моему, да. Ни Монокост не уменьшается, ничего. А вот Сайланс, ну, там увеличивается Монокост, но зато ты получаешь дополнительные 75 сотых секунды Сайланса. Что вот в данной ситуации бы как раз-таки зарешало. Ну, или хотя бы у него там... Было бы, например... Ну, в два раза больше был бы у него Сайланс. Не полторы секунды, а три. И Виверова бы убили. Он не успел бы таймлап заюзать. Но это более агрессивная прокачка, потому что для того, чтобы дать такой Сайланс... Ну, чтобы продамажить Сайлансом, надо быть в упорах. Когда ты находишься в непосредственной близости, ну, к своему сопернику, то ты рискуешь просто агрести. Арбой можно откидываться, Арбой можно спамить, там, да. Не подставляя себя. Вот Сайланс, Арба! Ну, фейтболт хорош к уроке. Подставился немножечко Вивер. Здесь, видимо, не ожидал такой резкости от Дензи. И на мид протонулся Фаник. У Фаника заряжен ревеш. По идее, должны нави убить сейчас эту вышку. Лайфсиллер догрызает. Давайте посмотрим, наверное, на шмотки и переключимся уже на Нетворс. Это будет актуальнее в данной ситуации. Экспа. Ой, какой периодичность графика. Я, на самом деле, самый периодичный график за все время, ну, периодичнее я не видел. То есть, очень большие колебания с хорошей частотой. То есть, камбэк то туда, то сюда, то туда, то сюда. Опачки, на топе убили Лоун Друида. Видимо, решили нави гангать просто-напросто всю карту. И вот они замесили вышку в центре и подумали, а чё бы нам не пойти поломать топ. Тут у вышки всего лишь 369 хитпоинтов, фортификейшн. Ну, хоть он и есть, но в оранже не буду драться. Вот этот вот Лоун Друид, вот что вот он из себя сейчас представляет. То есть, пака по крипам, я сомневаюсь, что он выиграл, да. Ну, вот сколько пак просто уходил, сколько Лоун Друид в итоге фармил, да. Ну, как бы Лоун Друиды еще и гангали. Надо отметить. То есть, мид Лоун еще пака не выиграл. Это точно. В итоге, это просто абуза, да. Лоун Друид, абуза своей команде, он мало что... Ну, просто кусок мяса здоровый, да, который бегает и хорошо, если на корне пропрется. А так у него какого-то таргет стана, там, не знаю, дамага, прокаста нету. И, возможно, Нави сейчас пользуется этим, вот имея на руках реводж, тут хороший прокаст по Тайдхантеру, пака великолепный прокаст магический, плюс чем, который может зализывать, ну, помогать зализывать раны своей команде. Вот сейчас Лоун Друид пускается, так сказать, во все тяжкие, ну, он побаивается, да, конечно, за Т2 далеко уходить. Так что вот у Оранж достаточно, так сказать, таких героев, которые не имеют прокаст. То есть на ранней стадии как раз-таки и ценятся те герои, у которых есть прокаст. Именно этим объясняется, да, что вот когда ты пикаешь там без кэри, да, у тебя, скажем, есть какие-то, ну, там, не знаю, СК, там, Лина, Пак, там, Квапа, вот что-нибудь в этом духе, Бэйны, может быть, тоже какие-то, как Эмпайр раньше делали, тоже любили понапикать, там, таких дизейблеров жутких и хороший магический прокаст. В итоге закапывали, пусть за 40 минут, да, когда там у вражеского кэри уже были какие-то айтемы, но Эмпайр настолько сильно перефармливали, что айтемы саппортов в разы превосходили айтемы вражеских кэри. Так, подцепить сейчас пытается Нета, Нета уходит в пески, Сайланс Арбай, должны хотя бы убить здесь Сент Кинга, ну уже, хорошо, Шеклшот прилетел, связал, вы только посмотрите на этот дикий Шеклшот. Реведж дает Фаник, тут, по идее, очень приятная драка для игроков команды Na'Vi, Чена, конечно, убили, но все равно остальные, ну, так сказать, навишники продолжают давить, и вот должны сейчас в итоге хотя бы, ну, в эрочку, гашек есть, гашек есть, хорошо, Фаник плюнул, убил. Муша, правда, бегает, тут еще треки были, но я не заметил, сколько в итоге фрагов под треками сделали, пошли байбеки, Na'Vi надо быть осторожными в данный момент, потому что... Вот это подкоп! Ну же, поддержит ли кто-нибудь? Муша убьют, Муша уходит, таймлапс заюзать не успел, 14 стиков у него также было в инвентаре, ну, пака подрезали, неприятно, Келлинг Спри у него достается в эрке. Дополнительное золото, 374 золота получает в эрке за этот фраг, ну и, соответственно, что она сможет купить? Да нифига она не сможет, 936 золота, не так уж и много. В графиках, я думаю, очевидное вот уже преимущество, то есть, какое-то устаканилось у Na'Vi, там 5 с лишним, да какие 5, там 7, наверное, да? Ну, 6, грубо говоря, ну, 7, все-таки 7, там, если округлять, то 7 тысяч. А по XP тоже где-то 3200-3500. NetWars приятный. Ну и Na'Vi побеждает, что вот вышки они не потеряли, и за счет этого как раз-таки, может быть, сейчас и... У меня чатик на Twitch.tv не работает, поэтому я сейчас его обновлю, ну и постараюсь как-то во время перерывов смотреть сообщения. 11.2, это же разгром. Именно так, друзья, 11.2 это жуткий разгром, и... Тут как бы у Оранж огромные проблемы, я считаю. Лоун Друид Мекку свою никак не доделает. Полезность Лоун Друида на этой карте я ставлю под сомнением. Причем такое прямо дикое сомнение, я считаю, что лучше бы какую-нибудь... Но любого героя, который стоит против Пака, вот... Так вот, сейчас опять открывается Вивера через Инфестбомбу, но тут байт был на The Silence. Все-таки брать, Царь Песков там подкопал, в итоге выходит Лоун Друид, не знает, кого фокусить, на корне не пропирается. Ударил он хвоста Розулю. Дензи под треком, но это не сильно пугает игроков команды Na'Vi, потому что... Ну вот тем более, кстати, брать Лоун Друида против Наикса. Очевидно то, что, как бы, Наикс, он в определенных смыслах полезный герой против Лоун Друида, потому что он отгрызает очень жирные куски за счет своей пассивки от медведя. От любого, причем, медведя, и от маленького, и от большого. Ну, все. Вот еще одна вышка для Пака на этот раз. Сейчас Денди что-нибудь продаст, да, и что-нибудь купит. Как говорил Матроскин, кажется, чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Ну, здесь немножко не в этом смысл, да, не то, чтобы у Денди не хватало денег на что-нибудь ненужное. Ему как раз-таки хватает денег на... Ему слота не хватает для ультимейт-оруба, который мы не опадим, чтобы сделать хекс. Тут что-то БХ хочет, пристает, не знаю, со спины мушек готов. Ну, блин, у него вообще, кстати, шмоток не прибавилось. Он так... 0.5 у Вивера, 0.5! Он не имеет в инвентаре ничего, чем можно было бы убить. Подкапывается к уроке, своровал он МПЛ у СК. Такой сварм какой-то своеобразный. Мол, вот вам, ребята, жучков пофармите еще там по 40 золота приблизительно за каждого жучка вам дадут. Вот, ну, подфармите, а то вы как-то не очень хорошо у вас по нетворцу. Что-то показалось Виверу. Ну, шучу, конечно. То есть, просто пытался как-то сделать так, чтобы нави отошли от хайграунда. Но это их, естественно, не остановит. Украинская команда продолжит свою атаку. Вот, как только подойдут клипы и увидит возможность это сделать. Ну, СК так и не разультился ни разу. То есть, опять-таки, саппорт такой, который не получил золота, у которого... Ну, вот видите, у него по нетворцу как все плохо. То есть, он не может так хорошо саппортить, как какой-нибудь Чен. Так, так, подцепили, подцепили БХ и убили. Вот и все. Сейчас будут нави драться. И медведи, медведи, медведи грызут, грызут. Подкопали, медведи теряют. Лондруид у него есть, конечно, новый, но это 3 сотки золота. И 3 сотки золота это вам не мелочь по карманам. Оу, ревадж от Фаника. Залетает Дэнни, Дэцанс подвоим, Арбаб подвоим тоже. В итоге здесь подкапывается. Ой, ну, смотрите, как хорошо все делают нави. Правда, сейчас надо немножечко перегруппироваться. Курокис воровал, ульт СК пытается надамажить побольше перед смертью. Хвост грызет Вивер, Вивер уходит. Новый Мишка. Конечно, дамаг наносит, подходит БХ, вешает треки. Надо нави срочно перегруппироваться. Но они пытаются развернуться. Сайланс будет по БХ. Сайланс попал, Арбой. Убили Чен. Нет, Чен все-таки Нюком его убил. И таймлапс. Вовремя заюзал таймлапс. Там уже Вивер умирал практически. Хвост замахивался лапкой своей. Мог бы умереть, конечно, от этой тычки. Ну, хайграунд-то стоит все-таки. Как бы нави не нагибали. Там сзади Муша его просветили. И Сайланс. И опен ваут, Сорба. И минус Вивер. Байбеки-то есть? Байбеки и байбеков нету. 32 секунды надо ждать Вивера, чтобы байбекнуться. Но смысла в этом, как вы понимаете, мало. Потому что он через это время уже сам зарессается. И придет сюда драться. Придет сюда воевать. К этому времени Т3, возможно, упадет. Нави прокастовывают все Арканы. Дают маны друг другу. Кроки что-то своровал. О, Эпицентр еще один своровал. Ты посмотри. СК даже... О, СК умирает. Все, здесь точно. Мега, правда, пошла. Обрывается фаник. Да, я вот... Энчер Смэш разультился. Кроки и, по-моему, в таверну уходит. Да ладно, Лондуре, ты что, не умер, что ли? На! На по хребту. Энчер Смэш убили. Дэнди по трекам уходит далеко. ТПА вот жмет, но он по трекам в итоге. И нет, все-таки его убили. Кроки тоже. Ну зачем вот этот вот полет Бобраут? Нафиг он нужен, я не пойму. Нави, вот неужели так хотелось убить кого-то? Почему нельзя просто взять и сломать Т3? Почему нельзя просто отойти, перегруппироваться, убить Рошана, спушить бот, спушить топ? Чего они добиваются? Они сейчас вдвоем умерли, или втроем даже они умерли под треками. Я не видел, Чен Байбэк что ли делал или нет? Потный Джонни там приз какой-то даже получил. Представляете? За эти фраги. Ну, я бы не лез бы под Т4, только чтобы потному Джонни не досталась шмотка. А если он, кстати, смотрит этот стрим? Черт зря, наверное, так. Ну, в общем, полет был явно плохой, потому что, ну, вообще не полет бобра, полет шмеля, говорят, да? Как-то Кулер говорил, полет шмеля. Ну, все-таки трансляция должна быть с Майкером, я решил, что полет бобра будет актуальней. Там треков навесили, там трек, правда, первого уровня был, но как бы БХ, я думаю, рад вообще такому раскладу. То есть золото ему приползло там, немало, насыпали. Тут барабаны, 10-й левел. Смотрим на Творс. Конечно, статистика у Нави очень хорошая. Они там на топе пытаются убить ВР-ку, которую... Ой, убили все-таки! Ну, там InterSmash все-таки физдамаг, да? Больно бьет у ВР-ки. Там как раз-таки Вендран кончился и... Да, да, получилось. Получилось убить ВР-ку. И сплитуют, и бот сплитуют, и топ ломают, и фраги делают Нави. Ну, конечно, эта отдача вряд ли изменит исход третьей карты в пользу малазийской команды. Но это лишнее, явно лишнее. Тем более, что Orange собирается 10, это все... Подкапывается Царь Песков, подкапывается просто отвратительно и умирает сразу же. Вот это рэваж полетел! Хорошо, СК. Ну, убить хотя бы его надо. БХ тоже надо забрать. Сварм пошел, Вивер обрывается. Фаник делает дабл-килл. Там петухи машут крыльями, задувают, мешают уйти. И там дамаг наносят очень приятный. Ну, вот Нави смогли сделать два фрага. Дэнди врывается чуть дальше, чтобы, возможно, кого-то подцепить. Продает Дэндик все-таки 0 талисман. У него был 0 талисман. Боттл, Телепорт, Стики, Блинк Даггер и ПТ. Да, сейчас у него, кстати говоря, уже 2700 золота. То есть хватит на Мистик Ставф еще. 800 монет, ну там чуть меньше. Да, ну там 875, по-моему, Войт Стоун стоит. Да, именно так. И у него появится долгожданный Хиггс, который позволит дизейблить вот этих вот виверов, в которых нет ни Линки, ни БКБ. Муша понимает, что тут либо БКБ, либо отдавай карту. Вот он сейчас и собирается сделать это БКБ. Но главный вопрос, успеет ли? Успеет ли? Говорят то, что подлагивает. Не знаю, ребят, что вы подразумеваете подлагами. В Дота ТВ порой бывают спайки. Может быть, вы это расцениваете за лаги. Но вот у меня сейчас на эксплите лагов 0. То есть тут, скорее всего, не моя вина и не ваша тоже. Скорее всего, это Твич ТВ. Который вот сегодня уже показал, так сказать, свой Аскал. И уже в некоторых моментах даже падал. Подкопали Медведя. Медведя будут убивать. Подняли. ОХП потерял. И, ой, слушай, может и убьют. Блин, был бы здесь хвост. Он бы, конечно, показал ему, где раки. Ой, да ладно, Дэнди врывается. Убивает все-таки на арбу. Уходит на арбу Дэнди. Хорошо. Мана полная. Хекс есть. Что-то там продал. Кираса у хвоста. С этим можно просто пойти и закопать. Посмотрите, два Блинк Дайгера. Кираса, Армлет. Мека. Хекс. Три Блинк Дайгера. Лол. Какие два? Сейчас подцепим. И, ой, Хекс. ВРочку. Все. Икс умирает. Получилось. И Медведя снова пытаются убить. Это, кстати говоря... Да. Если убьют его, то... Куху не будет. Ой, плюнул. 115 хп осталось. Посмотрите, как повезло. Но он, правда, какое-то время должен будет провести у Фонтана, чтобы получить полное хп свои. А в это время навеки ломает бараки. И ломает их очень успешно. Инфест-бомба. Залетели. Убили двоих очень четко навеки. И вернулись обратно на бараки. Вот так и надо делать. Х просто пишет. GG. И ребята отправляются в лузера. Я имею ввиду малазийскую команду. Ну, молодцы навеки. После такой отвратительной, я бы даже сказал, сыгранной первой карты. Они собрались. И, на мой взгляд, самая потная была для них вторая игра. Потому что там уже... Ну, поначалу было видно то, что у Чена проблемы. То, что Оранж стараются давить. То, что Оранж пытается атаковать. И в какой-то степени у них даже получилось поначалу это сделать. Но потом Дэнди показал, что такое наш, собственно, отечественный пак. Который врывается, уходит, наносит кучу демеджа. То есть, казалось бы, он такой хлипкий герой. Но настолько классно им играет Дэнди, что в некоторых местах не подставляется банально. А в некоторых моментах очень легко уходит. Ну что, давайте на стрим посмотрим, что тут. Это, по идее, Тоби и Вагомама тот самый, да, там говорят. Говорят тут о встрече Нави и Оранж, там, по-моему, да, на первом Интернешнале. Или что за такое. Во сколько тонн Фуфнатик? В ближайшее время должны начинать. То есть, сейчас нам Джоуин Дотта подскажет. О, через 27 минут. То есть, сейчас будет представление команд. Сейчас будет обсуждаться, ну, как бы, игра, которая, ну, должна начинаться. Я сейчас пока что свернусь и посмотрю, что пишут мне в скайпе.